Библейский портал экзегет.ру представляет А здесь у нас еще одно видение Вот Ездра у нас Точнее сказать, человек, который Себя называет Ездра, вряд ли это исторический персонаж Напомню, что книга не каноническая У нее статуса такого же Как у канонической книг Ветхого Завета нет Вот этот персонаж находится в поле И после каких-то Разных промежутков поста, молитвы Созерцания ему открываются Некоторые тайны, и он начинает с того, чтобы Задавать Богу довольно резко Вопросы о судьбе своего народа Израиля И постепенно Вот эти ответы его выводят на рассказ О судьбах всего мироздания И было после трех дней Я сидел под дубом, и вот голос вышел Из куста против меня, и сказал Ездра, Ездра, я сказал, вот я, Господи Вообще-то это первый раз так Вот в этой книге Во всем Ветхом Завете именно так призывают пророков А тут Ездра молится и от Бога Требует ответа, ну, Господи, давай уже В конце концов, сколько можно ждать-то Это безобразие, когда закончится И тут вдруг Господь его призывает То есть, может быть, эта книга еще и о том Как человек с очень богатыми запросами к Богу Вдруг становится пророком То есть человеком, который не задает вопросы Отвечает на них Я сказал, вот я, Господи, и встал на ноги мои Тогда сказал он мне В кусте я открылся и говорил Моисею Когда народ мой был рабом в Египте И послал его и вывел народ мой из Египта И привел его к горе Синаю И держал его у себя много дней И открыл ему много чудес И показал тайны времен и конец И заповедал ему, сказав Эти слова объяви, а прочие скрой До сих пор в основном Ездра объяснял Богу Как тот действовал в жизни своего народа Израиля Ну, вывод понятен, да, Господи, давай и сейчас тоже И вот, наконец, Бог ему говорит то, что Ездра и так знают Но есть один момент Это пересказ, естественно, краткий пересказ событий Из начала книги Исход Но есть один момент Часть слов, которые были открыты на Синае, были скрыты И в удаизме очень надолго осталось это представление До наших дней Да и не только, наверное, в удаизме Что библейский текст – это далеко еще не все тайны Ну, и на самом деле, если мы верим Что вот эти слова не открывают нам нечто О судьбах мира, о его сотворении, о его будущем Ну, наверное, невозможно в эту даже очень большую Толстую книгу все это вместить Итак, какие-то слова были скрыты Да, то есть Моисей их знал, но другим не передал И ныне тебе, говорю, знамения, которые я показал тебе из сны Которые ты видел И толкования, которые слышал Положи в сердце своем Потому что ты взят будешь от людей И будешь обращаться с сыном моим И подобными тебе, доколе не окончатся времена Ну, то есть Ездра уходит из этого мира Причем взят так, как будто это будет Подобно Ильи, да, там на какой-то Оггиной колеснице Но об этом ничего толком здесь не сказано А можно и просто понять так, что он умрет Словом, твоя жизнь на земле подходит к концу Запиши, запиши Есть какие-то вещи, которые тоже важно передать людям И общаться с сыном моим Или обращаться, даже как здесь синодальный перевод говорит Но мы, конечно, хотим в этом увидеть указания на Христа И на самом деле в этой второй части книги Ездра Довольно много о помазаннике И мы говорили о том, что вот здесь, пожалуй, отражено То напряженное ожидание прихода Мессии Которое было характерно для людей того времени Ибо век потерял свою юность И времена приближаются к старости Так как век разделен на 12 частей И 9 частей его и половина десятой части уже прошли И остается то, что после половины десятой части День был поделен тогда на 12 часов Но от восхода до заката И понятно, что они были немножко разные зимой и летом Ну, скажем так, вот времени уже осталось полтора часа До заката Юность века прошла Интересно, имеется ли в виду, что скоро конец мира И мы знаем, что с тех пор прошло две с чем-то тысячи лет И этот конец еще не наступил Да, с другой стороны, а сколько было до того Но, может быть, дело не в хронологии А дело, скорее, в том, что Вот, как здесь сказано Юность века прошла Вот было какое-то время юности Может быть, даже Не то, что оно длилось Определенный отрезок времени А потом еще столько же времени На зрелости, на старости еще что-то остается Скорее, это вот такое состояние Неопыта Неопытности Но, с другой стороны, такой вот свежести Восприятия всего остального Вот сейчас все как-то клонится к закату Сколько будет клониться Может быть, долгие миллионы лет Итак, ныне устрои дом твой Вразуми народ твой Те ж уничиженных и от реки стление И отпусти от себя смертные помышления Отбрось тягости людские Сними с себя немощи и естества И отложи в сторону тягостные для тебя помысла Смотрите, здесь вот такая уже школа аскезы Готовясь к уходу в иной мир Нужно прежде всего Ну, устроить свой дом Разумить народ А потом самому уже очиститься И готовься переселиться от времен сих Ибо больше будет бедствий Нежели сколько ты видел ныне Сколько будет слабее тебе как от старости Столько будет умножаться зло для живущих Ну, старость такое не очень радостное время Когда болезни, немощи всячески увеличиваются Когда человек Скорее утрачивает, чем собирает В юности он собирает Старость он утрачивает И вот время утрат Да, вот наверняка Мы часто переживаем такое ощущение Мир все время меняется И очень часто нам кажется Что меняется к лучшему Что вот того, что было в нашей юности Уже нет И вот здесь Оправдывается такое восприятие Да, то есть это век стареет Еще дальше удалится истина И приблизится ложь Уже поспешает прийти видение Которое ты видел Там даже не очень понятно Какое именно Но в прошлой главе было очень подробно О вот этом пришествии Сына Божьего Которое связано с самыми разнообразными Бурными и часто бедственными событиями Тогда отвечала и сказал Вот я пред тобой, Господи Пойду, как ты повелел мне И вразумлю нынешний народ Но кто научит тех Которые потом родятся Смотрите, Ездор прекратил спорить Всю дорогу спорил с Богом Бог ему все это показал Объяснил И каким-то образом он удовлетворился Мы сравнивали эту книгу С книгой Иова Там Иов Ну, замолчал Да, не очень понятно Чтобы он Вот то ли он нашел все ответы То ли просто он понял Насколько несоизмеримы Его дерзости Божьи величия А здесь Ездор нашел все ответы Да, и более того Он беспокоится Хорошо Этих я научу А дальше? Ибо век во тьме лежит И живущий в нем без света Да, вот этот мир во тьме То, что, собственно, в начале Евангелия Описано век здесь Это мир, в котором мы живем Потому что закон твой сожжен И от того никто не знает Что садил на тобой Или что должно им делать В каком смысле сожжен закон Что книга сгорела Ну, вряд ли Я думаю, что Вот этот наш лирический герой Наш Ездор ее, конечно, читал Да и другим может дать почитать Или переписать ее Можно скорее Может быть Сожжение закона Некоторое внутреннее Да, вот Иерусалим разрушен Храм уничтожен Вот эта жизнь по закону Она прекращена Ее больше нет Но если я приобрел милость у тебя Не спошли на меня, Духа Святого Чтобы я написал все Что было соделано в мире от начала Что было написано в законе твоем Дабы люди могли найти стезю И дабы те, которые захотят жить В последние времена, могли жить Но фактически он здесь говорит Давай я новый закон напишу Не сам, конечно, а по велению Духа Такая довольно дерзкая мысль Но самое удивительное Что эта дерзкая Его просьба получает Полное удовлетворение И он в ответ сказал мне Иди собери народ И скажи ему Чтобы не искал тебя В продолжении сорока дней Ты же приготовь себе Побольше дощечек Ну то есть материалы для письма Дощечки покрытые воском И возьми с собой Сария, Даврия, Салемия и Хана Иосея ли этих пять Способных писать скоро Профессионалы И приди сюда Я возожгу в сердце твоем Светильник разума Который не угаснет До корня окончится То, что ты начнешь писать И когда ты совершишь это То иное объяви А иное тайно передай мудрым Завтра в эти часы Ты начнешь писать Вот представление Такой буквальной диктовки Только здесь Библии мы его встречаем Да Господь сказал Очень часто мы это выражение видим Или вот слова Господа Да, то есть Это выглядит как Некий прямой текст Переданный пророку Но нигде не описана технология А тут прямо описана технология Да, то есть Бог диктует Будет диктовать ездри А за ним будут записывать Пятеро человек Тогда я пошел Как он повелел мне И собрал весь народ И сказал Слушай, Израиль Слова сие Интересно, что это выражение Слушай, Израиль Это, собственно, начало Одной из главных молитв Она имеет библейское происхождение Слушай, Израиль Господь Бог единый Вот здесь фактически Ездра говорит Я вам даю заново закон Мы к этой теме вернемся Я просто хочу прочитать Целиком эту главу Этот эпизод Чтобы понять вообще О чем идет речь Новое дарование закона Слушай, Израиль Слова сие Отцы наши были странниками В Египте Освобождены были оттуда И приняли закон жизни Которого не сохранили Который вы после них нарушили Ну, здесь не сохранили Конечно, в смысле Они его не исполняли И дана была вам земля В наследие Земля Сеона Но отцы ваши И вы делали беззаконие И не держались тех путей Которые Всевышний заповедовал вам И он, как праведный судья Отнял вас ныне, что даровал вам И ныне вы здесь И братья ваши между вами Если вы будете управлять чувством вашим И образуете сердце ваше То сохраните жизнь И по смерти получите милость Ибо по смерти настанет суд Когда мы оживем Вот тоже в Ветхом Завете Настолько напрямую Это нигде не говорилось Это уже вот книга на грани Нового Завета И тогда имена праведных Будут объявлены и показаны Дела нечестивых Никто не приходи ко мне ныне И не ищи меня до сорока дней Вот фактически он говорит Я новый Моисей Да, как Моисей Соро дни на горе Синой Так и здесь Ездра соро дни Вот в этом Вавилонском поле Пребывает Ну, только он В отличие от Моисея Более технологичен Да, он заранее готовит Опять человек Который будет за ним записывать И взял опять мужей Как он заповедал мне И пошли мы в поле И остались там И вот на другой день Голос возвал ко мне Ездра, открой уста твоей Выпей то, чем я напою тебя Я открыл уста мои И вот полная чаша Подана была мне Которая была наполнена Как бы водой Но цвет того Был подобен огню Я взял и пил И когда я пил Сердце мое дышало разумом И в груди моей возрастала мудрость Ибо дух мой Подкреплялся памятью Уста мои были открыты И больше не закрывались Но это конечно не о том Что он с открытым ртом Дальше сидел И ходил А он начал говорить И никак не мог замолчать И вот это действие Святого Духа Оно понимается Как некое буквальное Физическое действие То есть он пьет Из чаши воду Или некоторую Странную загадочную жидкость Всевышний дровал разум Пяти мужам И они ночью писали по порядку Что было говорено И ничего они не знали То есть Они фактически секретари Они даже не понимают смысла Они просто записывают слова Ночью они ели хлеб А я говорил днем И не молчал ночью То есть день был настолько занят Что им даже пообедать было некогда Написаны же были в сорок дней Девяносто четыре книги Неплохая результативность И когда исполнилось сорок дней Всевышний сказал Первый, который это написал Положи открыто Чтобы могли читать И достойные, и недостойные Но последние семьдесят Девяносто четыре минус семьдесят Значит двадцать четыре было открыто Но последние семьдесят Сбереги, чтобы передать их мудрым из народа Потому что в них проводник разума Источник мудрости И река знания Так я и сделал Ну и где это все? Хорошо, семьдесят он скрыл А двадцать четыре где? У нас есть три книги Ездры Причем Ну первая и вторая Они совершенно другие Это не откровение Вот эта третья книга Ездры Получается она единственная Из двадцать четырех Но можем сказать Что первые две главы Последние две главы Это еще две книги Потому что они явно отдельные А где все остальные? Вот смотрите Я не случайно и сегодня тоже повторял Что третья книга Ездры Не каноническая Она входит только в состав русской Библии Даже у греков ее нет У католиков и протестантов тем более Хотя обычно у католиков те же книги Что и у нас в Ветхом Завете То есть это нечто лежащее На границе священного писания И в общем уже почти за этой границей Это некая часть священного предания Вот эта дверь в священное предание Вот есть еще двадцать четыре книги Для всех доступны Есть еще семьдесят сокровенных Их здесь нету И толком не сказано Где они собственно находятся Вот библейское откровение Не заканчивается Может быть это главный вывод этой книги Да, Библия написана Да, ее канон остается таким Как он есть Вряд ли кто-то предложит внести сюда Пусть самое замечательное произведение Но новых времен Никто этого, наверное, не сделает Но это не значит, что Вот на этом Бог перестал говорить с людьми Может быть эту книгу Потому и включили В славянской русской традиции Библии Чтобы показать эту очевидную вещь За писанием следует предание Или можно сказать Писание – часть предания Вот книга Ездора как раз Один из таких мостиков Наиболее яркий В этом есть свои опасности Да, то есть Очень легко Позднейшими преданиями Заменить суть писания Вот Ездора что-то написал Давайте я теперь Принесу книгу и скажу Там же был 24 Вот я нашел из них 12 Да И скажу Вот это новый закон Вот старый он Не очень хорошо подходит Но с другой стороны Новый Завет В принципе это и сделал Да То есть он Не отрицая Ветхого Не отказываясь от закона Показал что-то гораздо более важное То, что В Ветхом Завете Напрямую не было дано И в этом смысле Третья книга Ездора Это еще и мостик К Новому Завету Ну Вот этот мостик Он связан с риском Вообще по мосту ходить опасно Можно упасть Да Он может обрушиться Если За ним не следить И не ухаживать И здесь тоже этот риск есть Вот этот риск ухода В какую-то мистику В эзотерику В какие-то субъективные переживания Ведения и все остальное Но Во всяком случае Эта книга была включена Вот еще раз скажу В славянской и русской традиции В состав Библии Она еще не закончена Еще две главы Их тоже конечно прочитаем